Здесь может начаться то самое генеральное наступление, и Россия отыграется за то, что Украине удалось достигнуть осенью прошлого года. Давайте разберем карту. Сейчас по всей линии боевого соприкосновения идут события, которые можно было, конечно, назвать боями местного значения, если бы это было Совинформбюро. Но на самом деле на военном языке это означает улучшение линии боевого соприкосновения. Дело в том, что рельеф местности, где у нас идут бои, он такой сложно пересеченный, и делать быстрые броски наступательного характера на глубину 30, 40, 50 и 100 километров достаточно проблематично. Поэтому нужно выбить противника из тех районов, где естественные природные условия позволяют вести эффективную оборону, и выйти на те места местности, где эта оборона будет уже невозможна. Поэтому мы с вами наблюдаем боевые действия на южном направлении, на донбасском направлении, сватого, криминное, купинское направление. Если мы берем купинское и смотрим, здесь бои, они связаны с чем? Что сейчас мы пытаемся вернуться на рубежи речки Старый Оскол. То есть это тот результат, который украинская армия добилась во время осеннего наступления. Понятное дело, что река является естественным рубежом, но еще осенью они взорвали плотину, и поэтому речка в многих местах значительно обмеляла. Поэтому есть возможность выйти с ним в противниках к берегу, что по направлению Дворечья, если мы будем вот здесь идут активные сейчас бои, или наступление Петропавловка и выход на восточные рубежи города Купинска приведут к тому, что вот это вот все подразделения, которые находятся вот в этом районе, все, которые рассредоточены, они окажутся в тактическом окружении. Поэтому противник пытается удержаться здесь, но из-за того, что существует, естественно, бригада в виде реки, а мост через Старый Скол в районе города Купинска, все мосты были подорваны, у них есть сложности со снабжением этой группировки. Но пока на их стороне работают вот эти складки местности, некая там лесистая местность, то есть там очень много лесов и перелесков, которые пытаются прятать свой личный состав, свои боеприпасы. Но разведка наша работает, и из-за того, что там нет полноценной зеленки, нам удается обнаруживать вот эти районы сосредоточения войск, наносить по ним удары. За счет вот этих интенсивностей ударов противнику приходится сюда перебрасывать подразделения с других направлений, потому что он считает, что здесь может начаться то самое генеральное наступление, и Россия отыграется за то, что Украине удалось достигнуть осенью прошлого года. Поэтому они стараются, вот эти вот очень серьезные бои идут на этом участке, от Купинска до Сватово-Кременная. То есть они там держатся зубами, но мы им не даем покоя, они нам не дают покоя. Но это идут большие затраты по личному составу, тех средств, которые им приходится там держать. И за счет этого облегчается положение, например, на нашем южном направлении. Если мы говорим вот на запорожском направлении, нам удалось наступать в районе города Орехово. Для противника это оказалось полностью неожиданностью. То есть он считал, что мы как там стояли во Воронье, так и будем стоять. Но мы двинулись в этом направлении. И это так совпало с заявлением Ллойда Остина, который сказал, что это направление является главным, важным, и что украинская армия должна разрезать сухопутный коридор, который соединяет Крым с Россией. То есть сухопутный коридор, который идет вдоль городов, таких как Бердянск, Мелитополь. То есть они хотят перерезать этот коридор, правда непонятно, что им это даст. Нам же дает то, что как раз на запорожском направлении более короткий выход на просторы, то, что называется степень Украины. Но мы не забываем про то, что в тылу у нас не должно оставаться то, что мы называем укрепрайоном Донбасса. То есть те группировки, которые там сосредоточены, она должна быть ликвидирована, чем мы сейчас и занимаемся. И противник стоит перед дилеммой. Ему нужно, с одной стороны, сосредоточить войска для наступления, сосредоточить войска для пополнения резервов, и решить вопросы с логистикой обеспечения вот этих войск, помятуя о том, что в Донбассе тоже стоят войска и держат оборону из последних сил. И вот эту задачу решается достаточно сложно, потому что на некоторых участках мы получили господство в воздухе, то есть наша авиация наносит уверенно и ракетные, и бомбовые удары, работает артиллерия, и, скажем, огневое воздействие на некоторых участках растет. Поэтому есть определенные паникующие заявления со стороны тех, кто находится на передке, ну, я имею в виду со стороны Украины, просьба американских и английских экспертов, чтобы Залуженный услышал их и отвел войска. Залуженный, кстати, обращался с этим продолжением господина Зеленской, но господин Зеленский держится до конца. Вот он еще до сих пор не признал, что солидар Украина потеряла. Субтитры создавал DimaTorzok